Добрый день, добрый вечер, светлого всем Рождества! Так сложилось, что наша первая Рудит-пятерка в этом году выходит в рождественский сочельник. Завтра Рождество. Всем вам света, любви, благости. С сочельником, с Рождеством вас! Не могли бы пройти мимо такой темы, чтобы не пригласить на нашу игру воспитанников воскресных школ разных храмов. Слева от меня, вот с красными шарфами, ну в такой чудной рождественской мишуре, воспитанники воскресной школы, храма, иконы Божьей Матери, всех скорбящих радость. Ну, команда называется Радость моя. Работают с ними Галина Аркадьевна Мальцева и Стас Филипенко, наши добрые друзья. Справа, справа, на синем таком тоне, на синем фоне, воспитанники воскресной школы, храма Рождества Престы Богородицы в агрогородке Урицкое. С ними работает Инна Мастепанова, за что ей от детей огромное спасибо. Итак, игроки представлены, игра ждет, тема, естественно, у нас православная. Внимание, начнем с блеф игры. Капитан команды Красных, капитан команды Радость моя Сергей Устиненко. Кого вы отправляете на блеф игру, на нашу Донетку? Я отправляю Юлю. Юля, готовьтесь. Данил Кривицкий, капитан, синий капитан Урицкого. Кто у вас идет в бой? Пойду я. Я напоминаю, что не больше двух раз у нас выходят стойки игроки. Итак, Юля против Данила. Вперед! Верите ли вы? Ну, я знаю, что вы верите, вы люди верующие, вы церковленные. Ну, а тут вам нужно будет отвечать да или нет на мои вопросы. Итак, поехали. Верите ли вы, что православные крестятся через правое плечо? Прошу вас. Да. Да, вот хорошо. Да, вот так вот они и крестятся через правое, как положено. Играем. Верите ли вы, что перевод слова «евангелие», буквальный перевод, «благая весть». Фальстарт у вас, Данил, за этим очень строго следить на шею трону с дня. У Юлии появился шанс. Да, я верю. Конечно, благая весть, добрая весть, весть от Бога в Евангелии. Верите ли вы, что во время святок девушки гадали, кидая за ворота монеты? Данил? Нет. Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок сняв с ноги бросали. Но если носком ляжет от дома, значит девушка выйдет замуж, если носком к дому – облом. Данил получает свои пять очков, приносит в копилку команды, вот, внес в свою лепту, так сказать. Верите ли вы, что на «щедрый вечер» бросали в колодец кашу? Данил? Верю. Верите. И не только бросали кашу, а туда еще «я талия», тому называется еще «агатуха» «щедрый вечер». Бывало такое. И заканчиваем. Верите ли вы, что выражение «всякой твари по паре» относится к шести дням творения? Фальстарт у вас, Данил. Юлия? Нет, оно относится к «Ноевому ковчегу». Да, к истории о потопе и о «Ноевом ковчеге». Блестящее. Итак, после блеф-игры все вопросы абсолютно разыграны. Такое не часто у нас случается, но профессионалы, люди в теме. Итак, 10-15 в пользу Урицкого. Следующим мы играем. Хорошо, начали. Урицкая, вот, Данил вернулся очень такой довольный, сияющий. А вот, ну, Юля тоже молодец. Итак, сейчас у вас будет 5 секунд на то, чтобы решить, кто какую тему из дуэли игры готов на себя взять. Внимание. Тема боев. Азы православия. От Рождества до Крещения. Третий бой «Щедрый вечер». Четвертый бой «Добродетели». И пятый бой «Крылатые слова». Время пошло 5 секунд. Решайте, кто какую тему на себя возьмет. Пять секунд истекли. Вот еще успевает команда Урицкого еще и записать. Прекрасно. Даниил, все, время истекло, хватит. Начнем. Азы православия. Сергей, капитан команды «Радость моя». Кто хотя бы азы православия вас знает? У нас пойдет опять Юля. Это второй и последний выход Юлии в стойке. Больше у нас не ходят. Юлечка, готовьтесь. Даниил, кто у вас? У нас пойдет Максим. Итак, Юля против Максима. Вперед. Начнем. Итак, почему азы? Потому что ответ на первый вопрос начинается с буква «А», на второй – с буквы «Б», ну и так далее. Начнем. Буква «А». Он родоначальник всего человечества. Юля. Это Адам. Это Адам. И это пять очков. Отлично. Буква «Б». Внимание. Это вид колокольного звона, при котором мерно ударяют в один колокол. И Юля великолепно выиграла кнопку. Это Благовест. Это Благовест. Вы правы. Играем. Смелее. Буква «В». Богослужение, во время которого совершается таинство брака, называется… Юля. Это «Венчание». Прекрасно. Три из пяти. Играем дальше. Буква «Г». Святой Иоанн Дамаскин говорил, он есть добровольное отступление от того, что согласно с природой, в то, что противоестественно. Юля. Это грех. Это грех. Итак, буква «Д». Она, созданная Богом, самостоятельная, бессмертная, личная, разумно-свободная сущность. Да. Душа. Душа. Душа моя, да. Великолепно. Ну что ж, Юля великолепно, чудно, блестяще отработала свои два выхода. И счет стал 30-20 в пользу команды «Радость моя». Следующего играем. Вперед. Итак, второй бой «От Рождества до Крещения». Сергей, кто этот период знает? У нас пойдет Ира. Ира. Великолепно. Данил, у вас? На этот бой пойдет Алексей. Итак, Ира против Алексея. Вперед. Ира! АПЛОДИСМЕНТЫ Великолепно. АПЛОДИСМЕНТЫ От Рождества до Крещения. Итак, начнем. «На вечере Рождества Христова» еще по-другому называется. Ну... Тише, 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 тише. Да? Сочельник. Сочельник, конечно же, я об этом говорил. Играем. Пшеничный или рисовый взвар с медом и фруктами, которые готовили в Сочельник, называли... Сочево. Сочево. Это правильный ответ. Молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ А вот под праздничную скатерть на Рождество, напоминая, что Христос родился в Хлеву, селяне клали... Сено. Сено. Вот такая традиция. Время от Рождества до Крещения еще называется... Десятки или святые вечера. Молодец. И заканчиваем. Ну, вы знаете, что на Каляды, на Белорусское Рождество по улицам ходили калядовщики, и вот они непременно носили ее с собой. О чем речь? Хорошо. Звезда. Вифлеемская звезда. Да. Браво, Ира. 45-30. Небольшой разрыв. Впереди команда «Радость моя». Играем дальше. Вперед. Щедрый вечер. Щедрый вечер. Щедрики, щедровки и так далее, и так далее, и так далее. Ну что ж, кто готов спеть нам щедровочку? У нас пойдет неповторимая Елизавета. Хорошо. Прекрасно. Елизавета, ждите. А Даниил у вас? А у нас петь сегодня будет Вероника. Прекрасно. Неповторимая Елизавета. И еще более неповторимая Вероника. Вперед. Итак, щедрый вечер. Щедрый вечер, как вы знаете, по новому стилю, 13 января. А по старому стилю, фальстарт у вас, к сожалению, несравненная, неповторимая Вероника. По старому стилю какое-то число? Какого месяца? Молчит. По старому 31 декабря. Ну, по сути, старый Новый год. Играем. Песни, которые ряженые пели на Рождество, ну, вы знаете, что это калятки. А вот на щедрый вечер что поют? Щедрики. Щедрики, щедровки, конечно. Вот такая немножко языческая традиция. Хозяин в щедрый вечер, такой обряд проводил магический, звал его кутью есть и заклинал летом не бывать. Иди кутью есть, а летом не бывай. Что зимой у нас? Мороз, мороз, иди кутью есть и... Играем дальше. Блюда в щедрый вечер были скоромные. Трапеза была роскошная, богатая. Отсюда кутью называли щедрой кутьей. Или еще какой? Все сказал, все в вопросе. Слово прозвучало. Богатая кутья. Играем. Не бойтесь, у нас без штрафа. Вероника, все хорошо. Играем без штрафа, играем. И заканчиваем. Этого святого называли святый козлик, потому что именно на его день приходился щедрый вечер. Василий Великий. Добро, Василей, святый козлик, казали у нас. 55-30, несравненная, неповторимая. Елизавета отыграла блестяще. Ну, Вероника просто, наверное, испугалась. Первый раз. Не бойтесь, Вероника, все будет хорошо. Все будет хорошо. Играем. Следующий бой, вперед. Ну что ж, католики считают, что страстей главных 7. Ну, у нас 8 таких больших грехов. Хотя есть разночтение. Но, тем не менее, о грехах сейчас говорить будем опоследовано. Нужно будет называть добродетелей, которые могут победить соответствующие грехи. Я называю добродетель, а вот вы называете тот самый грех, который этой добродетелью побеждается. Понятно. Сергей, кто? Истинным знатоком добродетели у нас является Юля. Юля, хорошо. Данил, у вас? Против Юлии попробует побороться Алексей. О, Юлия против Алексея, вперед! Итак, внимание, я называю добродетелей, а вы мне называете страсти или грехи, которые этими добродетелями побеждаются. Итак, начнем. Пост или воздержание? Прошу. Чревоугодие. Отличный ответ. Добродетель. Смирение. Да. Гордыню. Гордыню побеждает, да. Вот я буквально каждый день борюсь. Дальше. Долготерпение и кротость. Один из семи смертных грехов, как говорят. Ну. Смирение, долготерпение и кротость побеждают гнев. Это тоже одна из главных страстей. Играем. Милостыня, нестяжание. Побеждает что? Жадность. А еще как-то нормально сказать. Ну. Я не могу. По смыслу вы верно ответили, но страсть называется не так. Алчность. Не алчность. Это называется сребролюбие. Вот как, если точно, брать. А вы все-таки у нас люди воцерковленные. Играем. И заканчиваем. Целомудрие. Почитание родителей. Ой, что вы. Почитание родителей это не грех. Скажу вам честно. Юля, может вы ответите. Ты сказал все, что мог? Юля. Ну что побеждает целомудрие? А вот есть такой грех. Он называется блуд или прелюбодеяние. 60-35. Впереди команда Радость Мэ. Да, вот со страстями у нас как-то вот не очень сильно. Но как много, но вы узнали. Следующий бой. Играем. Вперед. Пятый бой у нас посвящен крылатым словам и выражениям, которые вошли в наш язык из Библии. Я вам буду говорить значение этого крылатого слова или выражения, а вы у меня его сами приводите. Итак, внимание, кто у нас знает крылатые слова? Попробую я. Отлично. Даниил? Я попробую проявить свои знания в этой сфере. Отлично. Капитанский бой вперед. Сергей против Даниила. Итак, внимание. Подопрасно тратить слова перед людьми, не желающими или не умеющими оценить их смысл. Да. Метать бисер перед свиньями. Да, не мечите бисер перед свиньями, ибо попрут его ногами. Отлично. Выражение применяется к людям, отрешенным от реальности жизни. Ну, чудака. Даниил, фальстарт. Я рыдаю вместе с вами. Сергей. А что хотел ответить Даниил? Фома неверующий. Нет. Не от мира сего. Вот так говорят о чудаках, отрешенных от реальности жизни. Играем. Напрасный. Никем не услышанный призыв. Да. Глаз вопиющего в пустыне. Ну, по-латыни вокс, клямонт, ин десерто. Да, глаз вопиющего в пустыне. Вы правы, Сергей. Играем. Даниил, я в вас верю. Улыбнитесь. Малость людских хлопот и дел перед Богом и вечностью. И всяческая суета. И всяческая суета. Не дать развить способностям, заложенным в человеке. Закопать талант в землю. Да, нельзя зарывать талант в землю. Вот Сергей явно свой талант не зарыл. Три блестящих ответа. 75-35. Даниил, я верю в вас и вашу команду. Следующая игра. Вперед! Итак, радость моя. Команда храма иконы Божьей Матери всех скорбящих радость против замечательной команды из Агрогородка Урицкая, которая занимается в воскресной школе храма Рождества Пресвятой Богородицы. Ну что ж, Сережа, я спрашиваю вас, я Сергея Юстиенко зову, кто пойдет на тест игру, скажем так, общебогословского, даже общеэрудистского, религии мира? У нас пойдет Ира. Ира, великолепно. Даниил, у вас? У нас пойдет Илья. Итак, Ира против Ильи, вперед! Итак, внимание, религии мира все, кроме православной. Попробуем. После просветления принял имя Будда. А. Король Хануман. Б. Шах Жахан. Ц. Принц Сидхартха. Прошу. Принц Сидхартхан. Сидхарткат. Сидхартха. Сирт-харт-харт. Вариант С. Отлично, принц Сидхартха, отлично. Плюс 10 очков заработал Илья для команды. Играем. Вторая по численности верующих в Белоруссии конфессия. Это А. Католики. Б. Лютеране. Ц. Мусульмане. Прошу. Католики. Католики, разумеется. Все. Евреи во всем мире отмечают Хануку. А. В сентябре. Б. В декабре. Ц. В январе. Прошу. В сентябре. В сентябре? Нет. В сентябре это мусульмане отвечают свой на угол. Прошу вас, Ира. Б. Б. В декабре. Да, в прошлом году Ханука была со 2 по 10 декабря. И вы правы, 5 очков на подборе заработали. Браво, Ира. Синтаизм – это религия Японии. Ее название буквально переводится так. А. Путь богов. Б. Весть богов. Ц. Милость богов. И снова Илья блестяще играет на кнопку. Это Б. Б. Вы имеете в виду весть богов. Вы не правы, это у нас благая весть от бога. Ира. Путь богов. Путь богов. Да, это путь богов. Браво, 5 очков еще раз на подборе. В аватары, то есть воплощение бога в животных и людях, верят последователи А. Ислама, Б. Индуизма и С. Иудаизма. Прошу. Индуизм. Индуизм. Да, именно там аватары, собственно, и процветают. Реинкарнация, перерождение, переселение душ и так далее, и так далее, и так далее. У нас с этим проще. Одна душа вознеслась. Ну и куда уже направили ее после рассмотрения ее грехов. Или туда, или туда. Ну, у них сложнее. 85-65. Илья очень серьезно поправил дела своей команды. У нас следующая игра. Слайд-игра, вперед. Итак, у нас слайд-игра. Обычная наша азбучная игра. Картинка, буква, но только буквы такие. Р, О, Ж, Д, Е, С, Т, В, О. Рождество. Недаром мы играем в сочельник. Итак, кто пойдет на слайд-игру на картинки? У нас будет Елизавета. Лиза неповторимая. Вот шепчутся наши, шепчутся все-таки наши ребятки. Даниил, кого вы отправляете в бой? У нас картинки будет отгадывать Максим. Отлично. Итак, Елизавета, против Максима, вперед. Катя, Максим, ничего жать не надо. Максим, спокойно положите руки на стойке. Все хорошо, все замечательно. Вам только смотреть и говорить. Лидирует у нас команда красных. Команда «Радость моя». Елизавета, играем с вами. Начнем. Буква «Р». Врата рая. Врата рая – это правильный ответ. Великолепно. Максим. Что за обряд? Омовение ног. Омовение ног. Христос омывал ноги апостолам. Великолепно. 15 очков. Лиза, прошу. Жертва. Жертва. Великолепный ответ. Да, вот жертвенный агнец. Максим, я жду от вас той же эрудиции. Символическое изображение. Чего? Дух святой. Дух святой. Отлично. Лиза, прошу. Тишина. Тишина в студии, пожалуйста. Лиза. Нет. Три, две. Одна. Максим может. Елей. Елей. Церковное масло. Конец. Неужели не узнали? Вот какой он елей. Великолепно. Максим, 10 очков на подборе. И ваш шанс. Серафим. Да, шестикрылый Серафим. Великолепно играет. Елизавета. Троица. Да, знаменитая рублевская икона. Троица. Прошу. Тишина. 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 Венчание. Обряд венчания, да. Прекрасно. Венцы видны. Великолепно. Над головами. Елизавета. Образок. Образок, конечно. Не образ, а именно образок, который носится на теле. Я думаю, что у многих присутствующих здесь на теле серебряные или золотые образки. Играем. Максим. А вот это Рождество кончилось, а вот тут нужно угадать, что изображено вот это сооружение без буквы, без подсказки. Вертеп. Да, рождественский вертеп. Великолепно. И Максим выводит команду Рискова вперед. 145-150. Играем. Итак, Риск игра. Правильный ответ плюс 20, неправильный минус 20. Но тут нужна душа серьезная. Нужны добродетели побеждающие, греховные страсти. Нужен самый сильный, самый надежный, самый эрудированный игрок. Сергей, кто это у вас? Я себя таким не считаю, но пойду я. Даниил. Еще раз свою эрудицию попробует доказать Илья. Хорошо. Итак, Сергей против Ильи. Вперед. Великолепно. Итак, Риск игра включает в себя темы всех пяти боев игры дуэльной. Азбука веры. Буква, которая идет после пяти первых. Это женское имя происходит от еврейского слова хава, означающего жизнь. Прошу. Три, две, одна. Сергей. Увы, минус двадцать. Ева. Ева, да! Сергей, соберитесь. Я понимаю, что это просто ступор. Я верю в вас. Играем. От Рождества до Крещения. А в крещенский вечерок. Девушки, кстати, занимались этим. Да? Пряли. Это неправильно. Минус двадцать. Что ж, крещенский вечерок? Гадали. Девушки, гадали! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Каким людям? Щедрым вечером. Щедрым. Щедрым людям. Увы, минус двадцать. Я понимаю, что игра со штрафом. Илья. Сергей, будете отвечать? Щедрый вечер, добрый вечер, добрым людям на весь век. АПЛОДИСМЕНТЫ 145-130. Илья рискнул. что же делать? Добродетели. Итак, внимание, подумайте. Итак, добродетель, молитва. Назовите греховную страсть, которую она побеждает. Прошу. Порок. Грех. А вы знаете, любой из грехов, любой из страсти можно победить молитвой. Вы правы, Илья. Сергей, внимание, крылатые слова. Это выражение из второй заповеди Божьей запрещает поклоняться ложным богам или сооружать идолам. Прошу. Да не будет у вас богов, кроме меня. А еще, а крылатые выражения? Я попросил, крылатые, вы процитировали заповедь. А вот крылатые выражения, если я сейчас услышу, будет плюс 20. Пока минус. Три. Да. Не сотвори себе кумира. Не сотвори себе кумира. Это именно и есть то самое крылатое выражение. Ну, не говорят же, пусть не будет тебя богов, кроме меня. Говорят, не сотвори себе кумира. Ну, что ж, победа команды Радость Моя. Прошу. Друзья, в руках у наших православных игроков катехизис, как гласит под заголовок, путеводитель по православной вере. Ну, а пока наши игроки углубились в изучение своих призов, единственное, что я могу вам сказать, светлый вечер сочельника в навечере Рождества Христова. Будьте добры, будьте счастливы, и тем спасете свою душу. Ну, а наши игроки спасут свою душу тем, что если они будут смотреть пятерку и получать десятки к своей радости и радости родителей, смотрим пятерку, получаем десятки. Играем! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин